Всем огромный привет! Не секрет, что хорошая посуда – это мечта каждой хозяйки. Давайте зайдём в несколько магазинов в нашем городе и посмотрим, что предлагает торговая сеть для нас, покупателей. Сейчас я в магазине «Билд». И это стеллаж с кастрюлями. В основном кастрюли производства Украина, Китай, есть Турция. Белорусских производителей найти очень сложно. В магазине есть белорусская посуда фирмы «Виктория». Она изготавливается из пищевого алюминия. Посуда пользуется спросом у покупателей. На неё всегда хорошие отзывы. Она проста в эксплуатации. Вот это жаровня с крышкой. Высокий борт. Дно гладко проточенное. Она обеспечивает идеальный контакт с комфорткой плиты. Сковорода из серии «Виктория Савана». 68 рублей 37 копеек. Ручка несъёмная, поэтому её нельзя использовать в духовом шкафу. Вот здесь написано «Все технические характеристики». Я посмотрела на сайте в интернете. Почему-то эта сковорода стоила точно с такими характеристиками, таким же объёмом, но стоила она немножко дороже. Хотя, по идее, без торговой наценки должна быть дешевле. Опять вернулась к стеллажу с кастрюлями. Это эмалированные кастрюли. В основном российское. Вот здесь производство стояли кастрюли. С различными видами рисунка и, конечно, разной ценовой категории. Вот эти маленькие чайники стоили 23-24 рубля. Производство «Россия». Была посуда из нержавеющей стали. с металлическими крышками, со стеклянными. Ну и снова показываю. Это производство уже Турция посуда. Посуда «Белпромсервис». Мы с вами в магазине товары повседневного спроса на улице Ленинского комсомола. Кастрюля из нержавейки. Серия «Кухар». 52 рубля 90 копеек из серии «Лотос». Железная крышка. Ковш 46 рублей 25 копеек. Объем кастрюли 3 литра. Нержавейка 2 литра. Со стеклянной крышкой. 37 рублей 50 копеек. 0,6 литров. Малюсенькая такая кастрюлька. Со стеклянной крышкой есть отверстие для отвода пара. В магазине были кастрюли и со стеклянной крышкой, и с металлической. Ручки в основном были приклепаны клепками. А вот я не смогла найти, чтобы на ручке была резиновая вставка. В основном они были тоже из нержавеющей стали. В магазине тоже была посуда фирмы «Виктория». Только она отличалась... Была посуда с покрытием и без покрытием. И, естественно, она отличалась ценой. Вот это с покрытием. Кастрюльки. И вот рядышком стояли уже без покрытия. Они были более светлого цвета. И, конечно, цена их была уже намного дешевле. В этом магазине тоже есть эмалированная посуда. Кастрюли, ведра. Производитель в основном Украина. Россия, Китай, Турция. Но и нашла и нашу белорусскую. Внутри кастрюли было написано, что стеклокерамическое покрытие. Оно более устойчиво к царапинам. Ну и, конечно, различный дизайн на кастрюльках. Всё это было. Различные объёмы можно купить как набором, так и в отдельности. На свой вкус и цвет. Всё, кому как нравится. Казан белорусского производителя. Ещё есть вот такая гусятница с крышкой. Ну, а это нержавеющая сталь, ковшик. И наши белорусские чугунки. Они тоже ещё в продаже есть. Другая и другое виды посуды. А теперь мы в магазине «Шахтёр». Посмотрим, что же здесь продаётся. Здесь тоже различные виды кастрюль. Но, вот видите, уже есть немножко и наши белорусские. 36 рублей 35 копеек со стеклянной крышкой. И вот вверху синий набор. Это наш набор белорусский. Можно купить как в комплекте, так и по отдельности каждую кастрюльку. Очень симпатичные чайники китайские. Но цена... Смотрите сами. Кастрюля больших объёмов. 34 рубля 24 копейки. Производитель Украина. Хочу сказать, что готовите вы. И качество ваших блюд определяет ваше умение готовить, а не качество вашей посуды. Большое спасибо, кто со мной прогулялся по магазину. И увидимся вновь. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.